Герой советско-турецкой войны известный столичный градоначальник. За верность присяге его имя было предано забвению при советской власти. В нынешнем году исполнилось 175 лет со дня рождения уроженца Тверской области Фёдора Васильевича Дубасова. На прошлой неделе его малую родину посетили члены ряда общественных, исторических и поисковых организаций. Сейчас села Покровское-Шутово, бывшего родовым поместьем дворян Дубасовых, нет на карте Ржевского района. Поэтому членам экспедиции приходилось подолгу обсуждать маршрут, по которому теперь можно проехать только на внедорожнике. Через какое-то время впереди показывается церковь. Точнее, всё, что осталось от некогда прекрасного барочного здания. Покровского храма, в котором крестили 4 июля 1845 года Фёдора Васильевича Дубасова. Его крестили как раз вот в этом Покровском храме. И деньги на содержание этого храма в течение ряда лет отдавала семья Дубасовых. Здесь крестили этого ребёночка, который впоследствии стал выдающимся русским деятелем, государственным деятелем военно-морского флота России. Став морским офицером, Фёдор Дубасов прославился в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Командуя минным катером, даже для того времени это очень маленький корабль, наш земляк сумел потопить турецкий броненосный монитор СИИФИ, попутно завладев его флагом. Александр II, которому на следующее утро доложили, он был в действующей армии. Об этом подвиге двух молодых русских моряков пришёл в восхищение от этого подвига и наградил обоих лейтенантов флота орденом Святого Георгия 4-й степени. Сейчас имя Фёдора Дубасова, который позже стал адмиралом, известно немногим. Во многом из-за того, что при советской власти его преподносили как усмирителя декабрьского восстания 1905 года. При том, что наш земляк, бывший тогда московским генерал-губернатором, всего лишь исполнял свой долг. Участники экспедиции, среди которых были члены региональных отделений поискового движения России, Российского военно-исторического общества, а также Общественной палаты Тверской области, убеждены, что настало время вернуть имя Фёдора Дубасова на страницы истории, как минимум на уровне Верхневолжья.